МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска ДТП с ребенком в мясе трехлетний мальчик угодил под колеса маршрутного такси. Водитель нанес ребенку тяжелейшие травмы, сейчас пострадавшие в реанимации Челябинской областной детской больницы. Мальчик в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить малышу жизнь. Наш корреспондент Лиза Болдырева встретилась с папой мальчика, лечащим врачом и знает подробности страшной аварии. Дмитрий Казарин выбежал к журналистам из больницы, где вот уже несколько часов находится его сын. Трехлетний мальчик в отделении реанимации в тяжелейшем состоянии. Что именно произошло с малышом, Дмитрий рассказывает со слов бывшей жены, мамы ребенка. Бывшая супруга с ребенком ехали, получается, к бабушке в гости. На остановке вылезла она из маршрутки, взяла ребенка на руки, поставила его на тротуар. А внутри маршрутки женщина сидела, решила дверь захлопнуть. И, видимо, ребенок испугался, стоя на тротуаре вот от этого хлопка и отступился. И упал под колеса маршрутки. А водители у нас сами знаете, как ездят. То есть они не ждут, не убеждаются в том, что нормально, ненормально. Он начал ехать. У меня супруга начала кричать, женщина рядом на остановке сидела, начала кричать водителю руками махать. И тот уже остановился, когда уже наехал на ребенка. Водитель с места дернулся так, что буквально разорвал внутренние органы ребенка. Мальчика сначала доставили в больницу МИАСа. Провели там первую экстренную операцию на Селезенке. Что его ждет уже в Челябинской больнице, нам по телефону рассказал лечащий врач. Мы только сейчас на операцию берем его. У него размножение правой доли печени, вот она удаляется. Это размножение через печень. Очевидцы утверждают, водитель «Газели», отъезжая с остановки, просто не заметил рухнувшего под колеса авто мальчика. Но наказание от этого мягче не станет. Сейчас нарушитель в отделении ГИБДД и дает показания. Ему грозит арест и впоследствии уголовная ответственность. Елизавета Болдырева, Виктор Щелков, ОТВ. Решение свободы водителю маршрутки может грозить в самом худшем случае, если мальчика спасти не удастся. Но врач несколько дней назад, после съемок сюжета, заверил нас, что жизни ребенка, к счастью, ничего не угрожает. Этим делом занялась областная прокуратура и следственный комитет. Еще одно шокирующее ДТП с детьми на этой неделе. На этот раз в Челябинске. Трое мальчиков переходили, а вернее перебегали дорогу по пешеходному переходу. И оказались под колесами иномарки. Видео и комментарии самого виновника аварии смотрим прямо сейчас. Видно, как мигает зеленый и загорается красный сигнал светофора. Водитель, пресекая перекресток на Копейском шоссе, явно не собирается жать на тормоз. Даже при приближающемся пешеходном переходе. И тут трое мальчиков решаются пробежать на свой зеленый, не посмотрев по сторонам. Вот такое страшное столкновение. Водитель тут же бросается к отлетевшему ребенку и вызывает бригаду медиков. Десятилетний мальчик получил тяжелые травмы головы. Его 8-летний друг, который не попал в кадр, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. 12-летний отделался ссадинами. Все трое сейчас в больнице. Нарушитель виновником ДТП себя не считает. Уверяет, что двигался на разрешающий сигнал светофора. Хотя видео с его же регистратора доказывает обратное. Выехав на перекресток, заморгал зеленый свет и, соответственно, загорелся желтый. Я по правилам решил освободить перекресток и завершить маневр, чтобы не прибегать к актерному торможению. Вдруг с левой стороны на пешеходном переходе резко выбежали, трое детей побежали. Я, получается, ударил в тормоз и решил от них отъехать. Справа начал перемещаться. Но, получается, наезда избежать не удалось. Полицейские Кыштыма задержали извращенца, демонстрирующего свои гениталии. Зрителями явно не по случайности стали дети. Задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних в январе 2016 года. На сегодняшний день доказана его причастность по одному факту. Задержанный, находясь в подъезде одного из пятиэтажных домов в районе Нижнего Кыштыма, демонстрировал свои половые органы несовершеннолетним. Мужчина уже опознан двумя потерпевшими девочками, 10 и 13 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Извращенец может отправиться за решетку на 20 лет. Снова к нам в редакцию на этой неделе обратились родственники пропавшего, но этот случай разительно отличается от предыдущих. Мама, приемная мама Ирины Осенцовой, нелестно отзывается об утощеренной более 10 лет назад девочке-подростке. С женщиной встретились наши коллеги из Аши. Мы ее вырастили с 7 месяцев. Девочка воспитывалась в нашей семье. Вот сами видите, как мы живем. Бабушка у нас ведет приемы. Мне из-за нее пришлось ставить основную работу. Работала я помощником юриста в Уфе. И как бы зарабатывала неплохо, а приходится вот бегать, искать все вот это вот. Из дома пропадали неоднократно деньги. Деньги пропадали большими суммами. В сентябре месяц у нас был эпизод. Лежали 10 500 на дрова. 10 500 взяла она, ушла, купила себе скейтборд. 7 тысяч отдала мальчику, который нюхает газ. Возила я ее в инспекцию по делам несовершеннолетних. Олег Юрьевич хорошо нас знает. Мы неоднократно проводились беседы с ней, что так делать нельзя, что воровать нельзя, врать нельзя. К разговору подключается бабушка девочки. Пенсионерке тоже есть что сказать. У нее приемная внучка украла все сбережения 400 тысяч рублей. Я целительница, и у меня тайники денег. Вот, допустим, я приняла три клиента, да, они мне заплатили. Я, допустим, кидаю в эту вот коробку Лазовлана, да, и ставлю, да, что характерно, у меня выросла своя золотая Сонька-ручка. Криминалист. То есть уже к деньгам была до такой степени тяга, что она, знаешь, она даже... Раз залезла, взяла и пошла. Она, знаешь, за моими жестами, понимаешь, этот свежняк нашего сегодняшнего дня жизни, ребята. Да, вожу, знаешь, допустим, две тысячи. А запально, да, прием и очередь вожу. Чуть отлучилась, да, там пошла провожать. Все из этой книги две тысячи ушли. Ирина Осенцова ушла из дома в поселке Угашинского района 3 октября в магазин за продуктами и не вернулась. Одета была в куртку синего цвета, синие джинсы, черные тканевые кроссовки. За спиной рюкзак черного цвета. С собой при этом взяла джинсы и новые кроссовки. Видимо, планировала надолго куда-то или к кому-то уйти. Особая примета – шрамы на внутренней стороне запястья. Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Осенцовой, просьба сообщить об этом по телефону, который сейчас на экране. А в Челябинске полицейские задержали находящуюся в розыске мошенницу. Женщина, представляясь соцработницей, обходила квартиру в Металлургическом районе и рассказывала пенсионерам, что им повысят пенсию. Правда, только в том случае, если за это пожилые люди внесут взнос в 8 тысяч рублей. Похоже на абсурд, но пенсионеры верили в это, и таких оказалось немало. Вот эта 29-летняя женщина. Она подозревается как минимум в трех преступлениях. Последнее совершено в отношении 57-летней пенсионерки. Сейчас подозреваемая находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Нечистой на руки женщине грозит до двух лет лишения свободы. Если вы видели эту даму или пострадали от ее действий, полицейские просят позвонить по телефону 02. В Челябинске обворовали храм. И делали, а вернее делал это, рабочие три дня подряд. Вор незаметно для служителей церкви выносил из собора золотые украшения и деньги прихожан. Да уж, видимо, для некоторых людей действительно нет ничего святого. На какую сумму обокатился преступник и удалось его задержать, расскажут наши корреспонденты. Вот он, православный храм в Советском районе. Именно здесь преступника не остановили никакие нормы морали. 49-летний мужчина беспрепятственно смог попасть в церковь. Никто его не остановил. Житель Челябинска устроился сюда разнорабочим. Облагораживал двор и молился. По словам сотрудников храма, плохого впечатления о себе мужчина не производил. А в итоге вынес пожертвования и изделия на сумму около 100 тысяч рублей. Эти деньги прихожане собирали и оставляли в течение долгого времени. Не пожалел преступник и главную святыню храма – икону Божьей Матери. Вот эту большую-то икону-то и в окраине. Внутри у нее вот цепь повешена эта, как вот, но не цепочка, какая веревочка блестящая там. И вот мы туда все и вешали. У кого чего есть, приносили и туда, открывают икону и туда ей вешают. Ну, наверное, было много. Кроме того, над иконой стоял специальный ящик для пожертвований. Его вор унес. Забрал с собой и икону Матрону Московскую, тоже усыпанную драгоценностями. Но вскоре она в целости и сохранности вернулась в церковь. Правда, золотых украшений от благодарных за помощь прихожан на образе уже не было. Похитив кольца и серьги, преступник бросил икону прямо в церкви и скрылся. Прихожане в ужасе от произошедшего. Вратительное, по-моему. Храм это святое, это так же, как и на кладбище, что-нибудь украсит. Кочунка. Ужасно. За кадром сотрудники храма рассказали нашей съемочной группе. Разнорабочий ранее отбывал срок в колонии строгого режима и в храм был взят на реабилитацию. Провел здесь три дня. Делом сразу заинтересовались оперативники. И сегодня преступника удалось задержать. Елизавета Болдырева, Надежда Головина, ОТВ. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. Часть украденного он успел продать, а деньги потратить. Какую сумму будет возвращать, решит суд. А наказание ему уже грозит вполне определенное до пяти лет лишения свободы. А сейчас к другой краже. Средь бела дня и под камерами видеонаблюдения. Компания молодых людей буквально раздела, припаркованная у дома авто. Вылазка действительно дерзких воров в рубрике происшествия прямо сейчас. Автоборы управились за каких-то 30 секунд. Но вот в чем вопрос. Адекватен ли риск выручки? Стоимость скрученных дисков, пусть и оригинальных, около 5000 рублей за комплект. Налетчиков сейчас разыскивают. Каждый может отправиться за решетку на 6 лет. В следующем ЧП на первый взгляд обвинить некого. В Челябинске прямо на ходу за одни сутки вспыхнули сразу два автомобиля. Как это было и есть ли пострадавшие узнаем прямо сейчас. Очевидцы сняли ЧП на камеры мобильных телефонов. Смотрим. Автодорога западный обход Челябинска. Еще издалека становится понятно, здесь явно не все гладко. Огненные вспышки, густой дым. Кабина грузовика буквально утопает в огне. Очевидцы сильно напуганы. Выходят из машины, стараются держаться подальше ЧП. Боятся, что пламя перебросится и на их авто. Водитель КамАЗа не пострадал. Он вместе с приятелями не оставляет попыток спасти большой груз. Но своими силами укоротить стихию им не удается. Вызывают пожарных. Однако, как оказалось, их помощь уже не понадобилась. Кабина сгорела за считанные минуты. А вот второй жаркий инцидент на дороге Челябинска. О его подробностях мы узнаем из первых уст. Вот что рассказал нам по телефону автор мобильного видео наш народный репортер. Варианта, что оно взорвется, не могло быть. Огонь на этой неделе застал врасплох не только автомобилистов, но и сотрудников популярного ресторана Челябинска. Обладатели мобильных телефонов и тут на чеку. Вот что им удалось запечатлеть. На кадрах видно, пламя охватывает вытяжку. Благо, она находится на улице. Огонь уже дошел до четвертого этажа. Пострадать могут не только гости общепиты, но и жители дома. Отважные повара всеми силами пытаются спасти родной ресторан. Вооружившись огнетушителем, смельчак забирается все выше и выше. Но вскоре понимает, одному здесь не справиться. Очевидцы тоже пытаются помочь. А тем временем густой дым заволакивает едва ли не весь микрорайон. Спасти заведение помогают сотрудники МЧС. Они-то и потушили пожар. К счастью, никто не пострадал. И в конце выпуска еще одно мобильное видео от неравнодушно-челябинцев. Автоледи увидела на проезжей части пассажира троллейбуса, который предпочел безбилетный проезд. Такое женщина явно видела впервые. Вот этот так называемый заяц. Вовсе не подросток, а взрослый мужчина. Словно прилип к лестнице троллейбуса и замер явно в неудобной позе. Но кондуктор здесь точно не найдет. Мужчина одет прилично, а оно, видимо, отдавать 20 рублей за проезд просто не желает. А так бесплатно и с ветерком. Молодец, мужик. Экономия должна быть экономной, я бы сказала. Это все о происшествиях за минувшую неделю, о которых мы успеваем вам рассказать. Берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных. Увидимся на телеканале ОТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА